Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Каждый владелец животного обязан будет его чипировать. Нам надо на это реагировать. Зачем нам это надо? Я не хочу. Это мое животное. Хозяин собаку измотал лейкопластырем и выбросил просто ее убирать живую. Предусмотрена уголовная ответственность, если наступила гибель либо увещи животного. Мы нашли ее под балконами со сломанной лапкой. Рисман команды. Он мягенький. Новый участник хоккейной команды президента. Мы в ответе за тех, кого привлечили. Конечно. Вера Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Вера Владимировна, в палату представителей внесен законопроект об ответственном обращении животными. Расскажите, что он собой представляет? Да, действительно, такой законопроект поступил. Проект, скажу одно, Мария, он долгожданный. Потому что мы и в новостных информационной повестке, в новостях мы видели очень много в последнее время сюжетов, связанных с таким вот, скажем, жестоким обращением с животными. И на сегодняшний момент, наверное, все-таки законодательно урегулировать вот эти все отношения, защитить наших братьев меньших. Но это задача нас, как парламентариев. Ну вот одним из разработчиков, скажем, идейным вдохновителем данного законопроекта является наш депутат, моя коллега Мария Викторовна Васильевич, которая действительно, ну, скажем, максимально подошла к этому вопросу, к изучению всех, всего спектра проблем. Я знаю, что она провела не одну, там, скажем, наверное, сотню встреч с разного рода заинтересованными людьми, в том числе с ассоциацией зоозащитной организации нашей, с волонтерами, с людьми, которые занимаются практически, да, это с руководителями питомников и так далее, и так далее. И на сегодняшний момент хотелось бы мне отметить, законопроект принципиально новый. Аналогов его, к сожалению, у нас в практике в нашей не было. Но законопроект, который на сегодняшний момент, ну, регламентирует основные взаимоотношения, дает понятийный аппарат и, скажем, устанавливает ответственность собственников и, наверное, дает в том числе и права тем, кто занимается работой, занимается, вот, скажем, зоозащитой, ну, скажем, к защите и ответственному отношению с животными. На сегодняшний момент самое важное мы должны понять, все животные должны быть учтены. Самый простой принцип, вот мы раньше знали, сталкивались, что каждый там может пойти, зарегистрировать свое животное, получить удостоверение, жетончик, жетончик может потеряться и так далее, и так далее. Ну, многие хозяева не желали, потому что не было данной нормы, не было закона, который бы призывал к действию, да, или вводил какую-то ответственность за это. На сегодняшний момент действительно каждый владелец животного обязан будет его чипировать. Что такое система чипировки, да, я не буду, я не ветеринар, но мы можем прочитать основные моменты, которые прописаны в законе. На сегодняшний момент это подразумевает то, что это будет учет каждого животного, то есть где бы животное ни оказалось, потеряло оно жетон, не потеряло, потерял хозяин или специально избавился от животного, по чипу можно будет узнать, кто, да. Понятно, что сразу это вот единовременно не заработает, и завтра мы не получим с вами, не все же пойдут чипировать, и многих пугает понятие, про которое написано, что в течение 14 дней все думают, все, завтра депутаты примут, через 14 дней мы обязаны зарегистрировать свое животное и провести процедуру чипирования. Уважаемые, вот я говорю, во-первых, это все обсуждаемо, проект только внесен. Если будут какие-то предложены другие сроки, другие подходы, то это, в принципе, будет, ну, скажем, рассмотрено, если это будет, ну, скажем, необходимо. И на сегодняшний момент, конечно же, будут установлены сроки, да, за которые граждане, я знаю, проговариваются до полугода, то есть после вступления, а законопроект только внесен, а прочитываются он два чтения, первое и второе, поэтому у нас время есть. Во-первых, всем подумать, какое животное, когда они приобретут, как они будут о нем заботиться, как они будут понимать вот систему своей ответственности. Я считаю, что каждый должен прочитать. Законопроект размещен на правобай, каждый владелец животного или тот потенциальный хозяин, который захочет приобрести или купить животное, то должен прочитать и ознакомиться с тем, что предполагает данный законопроект. Вера Владимировна, а кто будет регулировать вопрос о чипировании? На сегодняшний момент в законе всего не пропишешь, это механизм, в основном это будет, я так уверена, что это будет положение, которое будет принято постановлением Совета Министров. То есть наше правительство определит порядок проведения чипирования и, ну скажем, все сопутствующие механизмы, которые нужно будет сделать в рамках этого мероприятия. А процедура будет платной, бесплатной? Я уверена, что процедура будет платная за счет владельца, ну как мы же с вами платим и налог на недвижимость, и налог на легковой автомобиль и так далее. То есть животное это тоже такой, скажем, предмет владения, да, и соответственно нужно будет, это же разовая процедура, но я уверена, что она не будет каких-то там заоблачных, постнословных денег стоить. Зато хозяин будет наверняка знать, что если животное выбежало и куда-то пропало, можно брать. Если это настоящий хозяин, я уверена, что настоящий человек, который любит свое животное, который заводит его для того, чтобы действительно прожить с ним какой-то этап жизни, чтобы он стал другом, то, наверное, никаких вопросов с проведением такой процедуры и с оплатой не возникнет. На просторах интернета мне попалась информация о том, что в законопроекте будет отведена часть под просветительскую деятельность. Как это будет работать в лестницах? Я дополню, там не только просветительское, это и воспитание, образование, скажем, и повышение культуры в целом. На сегодняшний момент заложен самый главный принцип, он называется бланкетный принцип, то есть это право устанавливать госоргану или на местах, вот нашим, например, администрациям районов или госполкома, я сразу на практику переношусь. Каким образом это будет происходить? То есть как будет просвещаться население данного региона? То есть вот это бланкетный принцип. И на сегодняшний момент уже, я знаю, Министерство образования проводит определенную работу по, скажем, повышению культуры обращения с животными, по развитию гуманных качеств у наших подрастающего поколения, у школьников, молодежи. Поэтому я думаю, что данный законопроект просто позволит нам говорить о том, что у нас проводится просветительская деятельность, и она будет проходить в тех форматах, которые определятся на местах. Вера Владимировна, я не могу не спросить, есть ли у вас домашнее животное? Сейчас, ну, может, к сожалению, нет. Но так сложилось в моей жизни, что с четырех лет у меня было домашнее животное в виде кошечки моей любимой, мусечки, которая прожила 19 лет. Это было, конечно, исключительно домашнее животное, которое даже не выходило на улицу, но в то же время у нас был такой случай. Однажды наша кошечка упала с балкона, с шестого этажа, и мы ее искали, не могли найти. И потом вот я как ребенок, я помню себя, мне было лет, наверное, 9, мы нашли ее под балконами со сломанной лапкой. И на сегодняшний момент я благодарна судьбе, что мы ее нашли, что она не убежала, что вот, наверное, из-за того, что лапка была сломана, она осталась. Потому что действительно это был член семьи, которому давался лучший кусочек со стола. Она настолько была, мы говорили, графиня, интеллигентная. Поэтому для меня, как человека, который любит животных, который действительно, как говорят я, кошатница, поэтому, наверное, этот законопроект сегодня нужен нам. Я думаю, он будет востребован. И, скажем, с момента его вступления, и пройдет определенное время, мы, конечно, я думаю, на практике увидим, как он будет работать, да, и, может, какие-то механизмы поменяются. Но в то же время, вот представить, что тогда моя кошечка потерялась бы, она была не чипирована, и мы бы ее не нашли. Сейчас, конечно, думая об этом, я понимаю, наверное, всю значимость этого закона. Поэтому на сегодняшний момент и, пользуясь случаем, на аудиторию хочу сказать, не надо воспринимать что-то, создаваемое, какие-то условия определенные, как рамки, да, нас загоняют, вот сейчас мы услышим иногда и негативные отношения, у нас есть большой пласт людей, которые занимаются с животными, это наши волонтерские клубы, наши, вот, я знаю, бобруских очень много, ко мне обращались и в рамках приема. И вторая часть населения, которая будет говорить, зачем нам это надо, я не хочу, это мое животное, то есть к животному относятся как к какому-то, знаете, ну, как к кошельку, как к магнитофону, я не знаю, там, вот, понимаете. Поэтому мы должны четко понимать, мы живем в правовом обществе, наши интересы не должны ущемлять интересы других, ну и, соответственно, раз мы живем в таком гуманном обществе, мы должны еще заботиться об интересах братьев наших меньших, в том числе, как бы это ни звучало. Мы в ответе за тех, кого привлечили. Конечно, наша самая классическая фраза. Сначала они любимцы всей семьи, а потом скитаются по улицам в поисках пропитания. Проблема бездомных животных с каждым годом только набирает обороты. И причина здесь одна – безответственность людей. Приюты Бобруйска в месяц поступает более 100 собак. Многих привозят на волоски от жизни, некоторых спасти вовсе не удается. Есть жуткие истории, и, к сожалению, их тоже немало. Хозяин собаку измотал лейкопластырем и выбросил просто ее умирать живую. Собака была измотана вся. Как она распутала там лапы себе, ну, это нам неизвестно. Но факт то, что она пришла к дому. Но мы боимся, что хозяин довел свое дело до конца. Одна собака была тело перерезана напополам, у второй собаки шея была перерезана. Искалеченные, брошенные, истощенные. В глазах немой вопрос, за что самые верные и преданные создания заслужили такую участь. Отрубленный хвост, сломанная челюсть, душераздирающая история моральности просто так с рук не сходят. За жестокое обращение с животными в соответствии со статьей 16.29 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. Также за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность, если наступила гибель либо увещи животного. Наказывается общественными работами или штрафом или исправительными работами на срок до одного года или арестом. Пример благородности для каждого белоруса. Когда на просторах интернета появилось видео жестокого обращения с собакой, президент среагировал моментально. Для Александра Лукашенко маленьких проблем не бывает. Глава государства спас животное и подарил верного подруга тренеру хоккейной команды Дмитрию Баскову. Новый участник хоккейной команды президента. Население все-таки подавляющее большинство, особенно белорусы, это люди жалостливые, они к животным хорошо относятся и сразу же проинформируют. Проинформируют о таких вот негативных проявлениях. То лебедя там с какой-то рогатки или трезубцем каким-то застрелят и издеваются. Но лебедь – свершенная птица. Или же собачонку какую-то мучают или еще чего-то. Поэтому надо нам с этим вопросом разобраться. Издевательство над братьями нашими меньшими не поддается ни объяснениям, ни оправданиям. Никто не знает, что на уме у садиста. Сегодня это котенок, завтра человек. Бухгалтер не показывает там бухгалтерию, председатель неправильно, так как по их взгляду тратит деньги. Чем, на ваш взгляд, аргументирована формула один дом, один председатель? Часто слышала фразу, ой, Вера Владимировна, ну как вы думаете, это же бизнес. Коснутся ли изменения ситуации с долгостроением? Кто не говорит, что это вот человек возведет себе коттедж трехэтажный, а завтра там балка перекрытия, погибнет его семья. А безопасность превыше всего? Да. Тренд, где жить все-таки в частном секторе. Не отправить всех жить в сельскую местность, а создать условия для тех, кто желает там проживать. Трудовые ресурсы из села не будут иссякать. Будет принят такой вариант, который устроит всех. В первом чтении принят законопроект об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации. Что он призван урегулировать? Давайте приведем какой-то пример. Давайте его в народе прозвали законопроект ОПЖСК, ТЖСК, то есть о кооперативах. На сегодняшний момент действительно этот законопроект призван урегулировать и снять все вопросы, которые касаются взаимодействия государства, скажем, вида управления. Чтобы мы понимали, кооперативы – это виды управления жилищным фондом. Ну и, соответственно, вытекающее, что мы эксплуатируем жилищный фонд. Поэтому вот все эти механизмы, само название законопроекта об этом нам говорит. Данный законопроект призван, конечно же, в первую очередь усилить ответственность и позволить регулировать взаимоотношения между, скажем, госорганами, между интересами застройщиков, я говорю, что это члены кооперативов, и, наверное, создать самые важные такие механизмы правильного управления этим имуществом, и недопущение, скажем, каких-то эксплуатационных ошибок в дальнейшем, чтобы, например, мы имели безопасное жилье, получающее весь спектр жилищно-коммунальных услуг, и с красивой придворовой территорией, да, там, все вот, чтобы действовало и функционировало логично. На сегодняшний момент, говоря об этом законопроекте, я приведу пример личный, из личного опыта, как депутат, проводящий приемы граждан ежемесячно, да, ко мне неоднократно обращались люди, жильцы, то есть члены таких вот наших, у нас они в Бобруйске в основном потребительской жилищно-строительной кооперативы, ПЖСК. На предмет того, чтобы я как депутат мешалась в вопросы того, что бухгалтер не показывает там бухгалтерию, председатель неправильно, так как по их взгляду тратит деньги, где-то вообще пустует это место, и председателя не могут избрать, потому что прошлое ушел, там оставил все в каком-то непонятном состоянии и так далее, и так далее. То есть вопросов звучало масса. Отвечая на их вопрос, мне всегда хотелось сказать, ну почему вы же, вы же члены, вы же платите взнос, вы можете входить в любой орган коллегиальный по управлению своим жилищным фондом, да, своим жильем. Я говорю, почему вы не можете это сделать? Ну потому что вот нас не собирают, вот мы, ну, то есть люди пожаловаться находят возможность, да, а взять свои руки там или повлиять на эту ситуацию не всегда получается, и не у всех. И на сегодняшний момент часто слышала фразу, ой, Вера Владимировна, ну как вы думаете, это же бизнес. Вот понабрали, вот я знаю там Пупкина, Шишкина, Соколова, вот они понабрали там кооперативов, и все, они ничего не делают, у них по 10-12 штук, а мы страдаем. Я говорю, так зачем вы платите им взнос? А не будем платить, у нас же могут быть вопросы и проблемы. И обращаясь, конечно же, к главе администрации своего района, разрешая очень многие вопросы, конечно, в ручном режиме, находя этих председателей кооперативов, звоня, разговаривая с ними, снимая эти вопросы, я пришла к тому, что действительно у нас не было механизмов до внесения данного закона проекта, который позволит урегулировать, да, который даст право местным исполнительным распорядительным органам, как назначить уполномоченное лицо, так и отрегулировать механизмы, если, например, председатель правления нерадивый. То есть как вот, как его исключить из этой, скажем, цепочки, да, как дать возможность все-таки повлиять на решение вопросов, которые волнуют членов кооператива. Чем, на ваш взгляд, аргументирована формула «один дом, один председатель»? Вы знаете, наш законопроект, который сейчас находится в нашей комиссии, был вынесен с 22 сентября по 2 октября 2023 года на правовый портал Беларуси для публичного обсуждения. И на сегодняшний момент, конечно, получено порядка 600 комментариев, замечаний и предложений. И самый острый вопрос, который касался по норме, которая звучит действительно, как вы ее кратко назвали, да, то есть один председатель правления, одно товарищество, да, ну вот один председатель, один дом, как вы сказали. На сегодняшний момент, отвечая на ваш вопрос, данная норма находится в работе. Сказать действительно, да, она сложна, эта норма. Можно говорить о том, что мы в зависимости от количества домовладений можем предполагать, что в крупных населенных пунктах возникнут вопросы, а где найти столько, скажем, аттестованных председателей кооперативов, да. Но на сегодняшний момент, мое просто личное мнение, я скажу, что норма в работе, да, но на сегодняшний момент какой-то здравый смысл и нормирование должно быть. Я считаю, что, конечно же, ну, будет принят такой вариант, который устроит всех. Вера Владимировна, что меняется с введением кодекса об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности? Как это влияет на жизнь обычного беларуса? На сегодняшний момент, да, действительно, мы приняли кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Его подписал президент Республики Беларусь. Многие положения уже вступили в силу, ряд положений вступит гораздо позже. И полностью действовать он будет с 23 июля 2024 года, то есть в полном объеме. На сегодняшний момент задача, которая стояла перед Министерством архитектуры и строительства и перед нашей профильной комиссией по жилищной политике и строительству, это систематизировать, совершенствовать и закрепить все нормы, которые действуют на сегодняшний момент в рамках строительной деятельности, вообще от возведения объекта до приемки в эксплуатацию в одном нормативно-правовом документе. Так как за, скажем, такой почти 30-летний период нашей независимости и проведения, скажем, и возведения объектов с условием изменения технико-технических требований, технологий, материалов, ну, скажем, полностью, да, все поменялось за это время, соответственно, все документы принимались, ну, то есть менялись законопроекты определенные, но такого глобального, единого такого системного документа не было. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что меняется, я бы сказала, не так. Все систематизируется, совершенствуется и превращается в единый документ, в котором каждый от специалиста до обычного гражданина найдет необходимую информацию. И скажу так, что, конечно же, кодекс объемный документ, в котором заложены принципы, заложен, скажем, его формат, то есть это определенные главы, статьи, которые отражают всю необходимую, скажем, для ведения этой деятельности, затрагивающие всех субъектов строительной деятельности или отрасли, скажем так. Ну, например, я приведу пару примеров. Первая такая глава, и самая важная она, да, это и статьи первые, касаются терминологии. На сегодняшний момент были моменты, когда, вот, например, понятие благоустройства являлась как бы строительной деятельностью, теперь это один лишь из видов, не подпадающий теперь под понятие строительной деятельности. Например, раньше четко не было разграничения проектирования, что это строительная деятельность, теперь это четко узаконено, что это архитектурная деятельность. То есть вот на примерах я вам показала, какие были моменты, и, соответственно, возникали коррелирующие вопросы по использованию, скажем, всего нормативного пакета правовой базы. Теперь мы ушли от этого, и теперь действительно все-все-все моменты от понятия реконструкции объекта, от ремонта объекта, модернизация, все это теперь в себя вбирает первая самая, ну, на мой взгляд, важная глава. Далее весь кодекс, естественно, есть нормы и принципы, по которым он создавался. И самое главное, что хочется отметить, есть уточняющие части, да, на какие-то, в развитии каких-то моментов, но есть его основополагающий каркас. Вот мы берем этот, скажем, наш документ и читаем его, и мы можем найти раздел, мы можем найти статью, главу и действительно прочитать вот то, что нас интересует. Поэтому вот, Мария, отвечая на ваш вопрос, что меняется, все систематизируется и совершенствуется. Хорошо, а можем ли мы назвать кодекс настольной книгой строителя? Вы знаете, ну, вот много интерпретаций на эту тему, на это понятие настольная книга. Кто-то, вот я слышала высказывания строительного сообщества, называли библией строителя, архитектора или инвестора. Мне как-то, знаете, вот в связи, наверное, с самым принятием самого важного документа в нашей жизни, изменением его, да, конституции, я бы сказала, что это конституция строителя, что действительно все закреплено, прописать, конечно, всего невозможно, это мы понимаем, но на сегодняшний момент мы должны четко понимать, что строительная сфера или строительная отрасль в нашей республике это одна из самых масштабных, крупных, многогранных явлений, да, и она выбирает очень много субъектов, участников, и на сегодняшний момент для того, чтобы понимать конкуренцию, ценообразование, скажем, игру на рынке строительства, технологии, скажем, какие-то инвестиционные вопросы, взаимодействие заказчика, подрядчика и так далее, да, то на сегодняшний момент, ну, данный документ действительно является настольной книгой каждого строителя. А для каких объектов перестанет быть обязательная проектная документация? На сегодняшний момент, конечно же, мы должны четко понимать, что объекты делятся на категории класса сложности, ну, вот класса сложности, их всего пять. Понятно, что такая документация не будет требоваться для самого низкого уровня, ну, то есть пятого класса, да, это, например, я приведу примеры. Хозпостройки на участке, да, это снос каких-то капстроений на собственном участке, ну, на полученной земле, то есть на вашей земле. Это, например, будет требоваться такая документация для временных каких-то размещений объектов и строительства, связанных с аварийными ситуациями. То есть мы должны четко понимать, это то, что, по сути, не будет эксплуатироваться большим количеством людей, будет безопасно, ну, и это сможет осуществить, ну, как каждый гражданин на своем участке, ну, скажем так, вот, чтобы было понятно. Коснутся ли изменения ситуации с долгостроями, как вы считаете, станет ли их меньше? Ну, я объясню, что в разметии норм кодекса будет, конечно же, он будет дорабатываться, возможно, будут появляться новые нормативно-правовые акты в его развитии по необходимости, скажем, практики применения. Но на сегодняшний момент уже доподлинно известно, что будет создаваться постановление Совета министров, где будут определены, скажем, функции полномочия правительства, которые смогут принимать решения и создать перечень таких объектов, долгостроев так называемых, которые смогут быть включены в перечень объектов по приемке их, по фактическому состоянию, то есть, скажем, принять их на тот момент, в каком состоянии они будут находиться. Ну, и далее там уже принять решение, как с ними действовать, да. Вот, на сегодняшний момент, я думаю, этот механизм позволит сократить количество долгостроев и, наверное, решить вопросы по дальнейшей их эксплуатации, перестройке, возведению, передачи в собственность и так далее. А станут ли дома более безопасными и будут ли их строить быстрее, на ваш взгляд? Тут какие дома, да, хочется ответить. Вот сразу начинаем, мы должны четко понимать, да, есть, вот я уже повторюсь, пять классов сложности, да, строительных объектов. И мы должны четко понимать, одно дело это поликлиника или там здание детского сада, а другое дело это частный жилой дом, где, ну, действительно, скажем, давайте вспомним эпоху развития села, да, и вообще урбанизация прошла намного позже, и в городах мы стали жить, особенно в многоквартирных жилых домах, намного позже. Раньше это было все одноэтажная застройка, даже вспомним наш исторический центр Бобруйска. И на сегодняшний момент, отвечая на этот вопрос, по сути, мы упрощаем некоторые позиции, механизмы вмешательства такого излишнего государственного регулирования, там, чтобы человек там не вводил в объект эксплуатацию, но это если допустимо, да, то есть никто не говорит, что это вот человек возведет себе коттедж трехэтажный, а завтра там балка перекрытия, погибнет его семья. Вот я хочу, чтобы наши слушатели и зрители четко понимали, что никто не говорит об упрощении норм и допущении их, то есть, что мы отойдем от всех строительных норм и будем строить так, как нам хочется. Но на сегодняшний момент мы приходим к, и весь закон направлен, вот, и все законодательное деятельность к совершенствованию, вот в строительной отрасли говорится о чем? Мы должны сделать все, да, чтобы дать как можно больше возможностей гражданам, если у них есть такие, ну, запросы. И на сегодняшний момент, ну, продиктованы это такими запросами. И строя дом, да, в сельской местности, мы точно так же будем соблюдать определенные технические требования, условия. Но понятно, что сокращен просто пакетный принцип документов, проектное, там, разрешающее и так далее, и так далее, да. На сегодняшний момент, ну, мы должны четко понимать, что мы строить будем успешнее и лучше, если мы будем соблюдать действующее законодательство. А законодательство нам дает определенный набор прав. И на сегодняшний день эти права, конечно же, ну, я скажу, и расширены, и упрощены многие-многие процедуры. И безопасность превыше всего? Да, это самое главное. Последние годы в стране в тренде жить все-таки в частном секторе, да, люди убегают от многоквартирных домов. Как вы считаете, с чем все-таки это связано? Ну, первое, я скажу, наверное, все-таки с нашим развитием и благосостояния, и изменением, ну, скажем, запросов. Если мы с вами раньше мечтали, ну, вспоминаем, да, лет 10-15 назад, хоть бы построить квартиру в нашем панельном доме, то сейчас мы уже задумываемся о том, чтобы иметь дачку, чтобы поехать там отдохнуть, да, вести какое-то свое там приусадебное хозяйство и так далее, там, может завести, некоторые заводят и разводят небольшие, ну, там, домашних животных и так далее. Конечно же, скажу одно, и государство создает механизмы и условия для того, чтобы тех, кто хочет жить в сельской местности, поддержать и дать им возможность там жить, обустроиться, создать свою инфраструктуру и действительно наслаждаться этой жизнью. И мы должны четко понимать, что не уместит всех город Минск в себе, просто не уместит. Да и Бобруськ не примет всех, да. И мы должны четко понимать, что вот эта политика государства, которая закладывается по принципу каждой, вот вспомните два года малой родины, да, сколько мы развили объектов, сколько создано было изюминок и воссоздано, да, в каждом регионе. Сейчас мы знаем, ну, политика государства, она направлена на то, что мы проводим дожинки, да, каждый год, каждый регион, да, чествуем наших аграриев и восстанавливаем, отстраиваем. На сегодняшний момент мы понимаем, что государственная политика, она тоже направлена на то, чтобы создавать условия для, скажем, чтобы четко люди понимали, не отправить всех жить в сельскую местность, да, а создать условия для тех, кто желает там проживать, действительно помочь им в этом. И принимаются законопроекты, которые упрощают эти механизмы, да. Но на сегодняшний момент мы должны понимать, вот, говоря о дожинках, говоря о праздниках регионов, говоря, что это действительно та политика, которая позволяет в каждой области, в каждом регионе развить свой какой-то потенциал, да. Где-то это объект возводится, например, масса отдыха, да, массового отдыха, где-то это объект культурный. Но мы знаем, что вот с каждым годом мы прирастаем отремонтированными микрозонами, нашими районами. И на сегодняшний момент, вот приведя в пример даже вот последнее, да, событие, вот открылся Дом культуры Мир в Хотимске в рамках дожинках Могилевской области. И на сегодняшний момент мы видим, ну, я представляю, сколько там сделано и дорожного покрытия, сколько там отремонтировано всего. И как приведен этот уголок Могилевской земли к тому, чтобы принять дожинки. Поэтому возможность, наверное, жить там, где тебе по душе, быть в своем регионе, развиваться в своем регионе, это, конечно же, первостепенная задача государства. И, наверное, поддержка этих людей дает там возможность говорить о том, что трудовые ресурсы из села не будут иссякать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!